МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советские представители в НАТО боятся возвращаться на родину. Предстоящий визит президента США вызвал в Великобритании много споров. В понедельник, 20 февраля, британский парламент решил даже рассмотреть аргументы сторонников и противников нового президента. Масло в огонь подлила скандальная история со Швецией. Дональда Трампа даже заподозрили в распространении фейковых новостей. Ему пришлось оправдываться. Здание парламента в Лондоне. Огромными буквами написано «Скажи нет Трампу». Организаторы акции адресовали свое послание членам британского парламента накануне громких дебатов о запланированном на июнь государственном визите Дональда Трампа в Великобританию. Мы также хотим послать четкий сигнал Терези Мэй. Неприемлемо для нее подлизываться к такому лидеру, как Дональд Трамп. Недовольство многих британцев Мэй вызвало тем, что во время визита в Вашингтон от лица королевы пригласила Трампа посетить Великобританию. Предстоящий официальный визит президента США вызвал в стране масштабную общественную дискуссию. Так, в начале февраля спикер палаты общин выступил против предоставления Трампу права выступать перед членами британского парламента. Я глубоко убежден, что наше противостояние расизму и сексизму, а также поддержка равенства перед законом и независимой судебной системой являются чрезвычайно важными факторами в палате общин. Обычные жители Британии пошли еще дальше. Почти два миллиона человек подписали петицию с призывом вообще отказать Трампа в официальном визите во время всего президентского срока. Сторонники визита Трампа подписали встречную петицию в поддержку американского лидера. Правда, она собрала чуть более 300 тысяч подписей. Жестокость миграционной политики Трампа вызывает все больше критики и в самой Америке. Чтобы оправдать свои действия, Дональд Трамп продолжает нагнетать обстановку, рисуя мрачные картины о преступлениях беженцев в Европе, при этом придумывая события, которых не было. Посмотрите, что происходит в Германии. Посмотрите, что произошло прошлой ночью в Швеции. Швеция. Кто бы мог в это поверить? Швеция. При этом в Швеции ничего не произошло. Фейковая новость от Трампа взорвала соцсети и прессу. Так, шведское издание Автон Бладет в ответ выпустило новость на английском с подборкой основных происшествий в стране, включая сообщения о погоде. Не остался в стороне и бывший премьер-министр страны. Что курил Трамп, задается вопросом Карл Бильд, комментируя высказывания американского президента. Отреагировали на речь Трампа и блогеры. Тут же посыпались цветы с хэштегами «Прошлой ночью в Швеции», «Швеция прошлой ночью» и «Происшествия в Швеции». Одни интернет-пользователи шутят, другие делятся фотографиями того, чем занимались прошлым вечером, а третий всерьез задаются вопросом об адекватности американского президента, не зная, что еще можно от него ждать. После критики, обрушившейся в адрес Трампа, американский президент объяснил, что его высказывание о событиях в Швеции базировалось на истории о мигрантах, о которой сообщил канал Fox News. Хотя ранее Трамп другим каналам объявил настоящую войну. Так, в одном из последних сообщений он назвал ряд американских СМИ врагами народа США. Такое обращение со свободой слова и СМИ тоже вызывает недоверие у жителей Великобритании, противников приезда Трампа. Многие опасаются, что визит президента США с оказанием ему всех почестей в рамках официального визита станет плохим сигналом, оправдывающим грубые действия политика. Какой будет внешняя политика США при Трампе? Этот вопрос был главной темой, прошедшей в минувшие выходные Мюнхенской конференции по безопасности. На конференции, которая считается самым важным международным форумом такого рода, работал наш специальный корреспондент Максим Доробок. Сейчас он в нашей студии. Максим в Мюнхене США привезли очень большую делегацию. Делегацию возглавлял Майк Пенс. Он смог объяснить европейцам, участникам конференции, какой будет новая внешняя политика США? Не совсем. Речь его была достаточно краткой. Не было возможности задавать дополнительные вопросы. С первых слов он сказал, что США будут поддерживать ЕС и НАТО. Европейцы выдохнули. Но выдох этот был не совсем таким глубоким. Было очень много общих фраз в речи Пенса. И серия того, что США самый главный партнер Европейского Союза. Что у нас общее прошлое и будет общее будущее. Тем не менее, было очень мало конкретики. Мое впечатление, что после этого выступления осталось больше вопросов, чем ответов. На следующий день, после его речи, пообщался с некоторыми участниками конференции. У них была ночь, так сказать, переспать с мысль о новой внешней политике США, проанализировать ее. И они сказали, что между строк читался такой вот месседж, что если вы не согласны с политикой США, с политикой Трампа, тогда мы вам не будем помогать. Если же вы полностью его поддерживаете, да, мы ваши союзники и друзья. Но мы знаем, что многие шаги инициативы Трампа не приветствуются, мягко говоря, в Европейском Союзе, а наоборот критикуются, потому что это все на грани ксенофобии, на грани нарушения прав человека. Поэтому до сих пор остается очень много неясности и такой неопределенности. Главное озвученное американцами требование по направлению к европейцам, это увеличить финансирование НАТО, увеличить военные расходы. Что Европа ответила Соединенным Штатам? Требование о повышении до 2% ВВП военных расходов не новое. Американцы всегда об этом говорили. Единственное, что при Трампе оно стало более жестким, более таким ультимативным. Позиция европейцев в принципе такова, что они не говорят, что это шантаж, они это отрицают, они наоборот успокаивают, что мы уже и так договорились об этом на саммите НАТО в Уэльсе два года назад. О том, что они в течение 10 лет постепенно будут увеличивать военные расходы. Но вопрос еще в другом, вопрос именно в постепенности. Мы знаем, что Германия, например, тоже не выполняет этого требования. Бюджет 1,2 от ВВП, военный бюджет, ну это колоссальная сумма, да, да, 36 миллиардов евро. Если они увеличат до 2%, это будет более чем в два раза больше, соответственно, больше, чем даже бюджет, военный бюджет Российской Федерации. Потому что возникает очень много вопросов, насколько это нужно. Я ожидаю очень большие и жесткие дискуссии здесь, в Германии по этому вопросу. И этот вопрос будет как можно дольше оттягиваться. Вопрос не радикальный, а постепенное увеличение. Помимо новой внешней политики США, помимо НАТО, отношений с Россией, которую я уже коротко затронул, были, наверное, самые важные темы Мюнхенской конференции. Стоит ли Европе бояться большой сделки между Трампом и Путиным? Нет, я думаю, что большой сделки не будет, во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. Дело в том, что США еще до сих пор не определились, как относиться к России. Ясно, что будут относиться как к сопернику, но к сопернику с каким акцентом? К сопернику врагу, либо к сопернику партнеру? Этой четкой и ясной позиции в выступлениях ни Пенса, ни Мэттиса не прозвучало. При этом были более открыты, более откровенные сенаторы США. В частности, коллега Маккейна Грэм заявил о том, что в этом году Россия почувствует последствия того, что она совершала в прошлое время. В частности, он намекал, и говорил прямым текстом, на кибермешательство в избирательный процесс США и в других странах. Джон Маккейн также отметил, что в США есть и влиятельные, очень законодательные и исполнительные, вернее, законодательные и судебные ветви власти. Соответственно, они будут контролировать, и под микроскопом будут рассматриваться любые шаги Белого дома с Кремлем. Два года назад самой главной темой Мюнхенской конференции был конфликт на востоке Украины. Какое внимание было уделено этому конфликту на этой конференции? Новая внешняя политика США, безусловно, была главной темой, и Украина оказалась в тени этого обсуждения. Тем не менее, была личная встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Майка Пенса. Кроме того, в своей речи сам Пенс сказал, что Россия ответственна за то, что происходит в Украине, и призвал ее выполнять минские договоренности. Кстати, о них был романский формат на полях Мюнхенской конференции. Как и ожидалось, не было прорыва. Тем не менее, стороны договорились способствовать прекращению огня на востоке Украины. Также было решено, что формат не будет расширяться до пятерки. Было много спекуляций, разговор о том, что США могут стать участником этих переговоров. Тем не менее, договорились оставить формат без изменений, но с тесным сотрудничеством с Соединенными Штатами. Если можно еще очень коротко, какие еще темы обсуждались на минские конференции? Безусловно, это ситуация в Сирии, это угроза Ирана, Северной Кореи, отношения между Палестиной и Израилем, ну и, конечно же, борьба с терроризмом, а в частности с террористами так называемого исламского государства. Большое спасибо, Максим, за вашу экспертную оценку. К другим темам. Громкий процесс открылся в понедельник в городе Мугла на юго-западе Турции. На скамье подсудимых четыре с половиной десятка военных, которых обвиняют в попытке покушения на президента страны Реджепа Таипа Эрдогана во время неудавшегося переворота в июле прошлого года. Под предлогом причастности к этому пучу или симпатиях проповеднику Гюлену, которого Эрдоган обвинил в попытке свержения власти, в Турции были задержаны 43 тысячи человек. Многие военные, которые находились за рубежом, в этой обстановке боятся возвращаться домой. Несколько десятков офицеров просят убежище в Европе, в том числе и в Германии. Две эти женщины и их близкие потеряли все, что у них было. А ведь всего лишь еще полгода назад их мужья занимали хорошо оплачиваемые должности. Они представляли турецкую армию в брюссельской штаб-квартире НАТО. А теперь? Теперь они вынуждены скрываться. Потому что правительство Турции обвиняет их в пособничестве террористам и требует выдачи. Эти люди боятся возмездия и поэтому скрывают свои лица. Мы даже сказали нашим детям больше не говорить по-турецки в общественных местах. Спустя несколько месяцев после провалившегося поча офицеры получили приказ вернуться домой. Их обвиняют в связях с заговорщиками, которые пытались сместить с должности президента Эрдогана. Сначала мы думали вернуться, чтобы защитить себя от беспочвенных обвинений. Но потом мы узнали о том, что тех, кто возвращается, сажают в тюрьму. Наша встреча с этими семьями проходит в частной квартире, расположенной недалеко от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Один из собеседников – высокопоставленный офицер, обвиняемый в подготовке и планировании путча со своего поста в НАТО. Сам он говорит, что обвинения абсолютно беспочвенные. Правительство выменяло законы и ввело новые виды преступлений, за которые можно увольнять людей, сажать их в тюрьму и даже пытать. Как ни странно, многие неправительственные организации отказываются комментировать эту ситуацию публично, чтобы не подвергать критики турецкое правительство и не рисковать своими сотрудниками в стране. Только координатор международной амнистии в Стамбуле согласился дать нам интервью. Адвокаты, которые встречались со своими подзащитными, да и врачи, к сожалению, рисуют очень печальную картину того, что происходит с людьми в турецких тюрьмах. Они говорят, что арестованных пытают. Эрдоган уже заявил о том, что все военные дипломаты из списка подозреваемых подготовки путча обязаны вернуться в Турцию. В противном случае они будут доставлены на родину принудительно. Именно этого и боятся семьи турецких офицеров в Брюсселе. У нас ничего нет, ни страны, ни гражданства. Вы думаете, эта история не закончилась? Мы подали заявление на убежище. Начнём с нуля. Однако правительство Турции уже предупредило страны-члены НАТО, в том числе и Бельгию, что они должны выслать офицеров обратно. Когда мы задали вопрос генеральному секретарю НАТО об этой ситуации, он вступился за Турцию как за важного члена НАТО. Турция играет важную роль в кризисе с беженцами, выполняя функцию буфера для всей остальной Европы. Эти женщины опасаются, что их просьбы о предоставлении убежища будут отклонены. Если это произойдёт, они попытают счастье в другом месте. Мир большой, стран много. Должна найтись такая, которая нас примет. А тем временем становится известно о том, что таких семей, которые вынуждены скрываться в Европе от правительства своей страны, становится всё больше. Продажи оружия в мире достигли максимума со времени окончания Холодной войны. В лидерах США и Россия. Подробности в обзоре новостей. Объём рынка вооружений в мире за последние четыре года увеличился почти на 8,5% в сравнении с предыдущим пятилетним периодом. Об этом свидетельствует отчёт Стокгольмского института изучения проблем мира СИПРИ. Мировым лидерам по торговле оружием по-прежнему остаются США. Они контролируют треть рынка. На втором месте Россия с рыночной долей в 23%. Германия после Китая и Франции замыкает пятёрку самых крупных экспортеров оружия в мире с рыночной долей чуть более 5,5%. Главным организатором неудавшегося заговора по свержению правительства Черногории в 2016 году был представитель российских военных структур, заявил спецпрокурор Черногории Милевой Акатнич. По его словам, ранее прокуратура располагала доказательствами участия российских националистов в подготовке заговора. Но теперь появились новые данные. В организации ПУЧа участвовали и российские госорганы. Целью заговора было предотвращение вступления Черногории в НАТО, заявил Катнич. Несколько сотен нелегальных мигрантов прорвались в испанский автономный город Сеута, расположенный на африканском побережье Гибралтарского пролива. Нелегалы смогли перебраться через двойной шестиметровый забор. 11 человек получили травмы, остальные находятся в центре первичного приёма беженцев. Московские водители ежегодно стоят в пробках в среднем 91 час. Это высший показатель среди европейских городов и второй в мире. Такие данные опубликовала американская компания Инрикс, изучившая ситуацию на дорогах в более тысячи городов 38 стран. Хуже московской ситуация с пробками только в Лос-Анджелесе, где автомобилисты проводят в пробках в среднем 104 часа в год. На третьем месте в списке Нью-Йорк. В первой двадцатке в общей сложности вообще 10 американских городов. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Развитие событий в следующем выпуске ДВ Новости, в том числе на каналах наших партнёров. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова